Привет всем друзья! Мы продолжаем находиться в городе Севастополь. Сегодня мы в связи с погодой далеко никуда не поедем. Будем гулять по городу. Возможно сходим в музей. Куда мы пойдем сейчас? Пойдем мы сейчас на Михайловскую батарею в музей. Мы вернулись с Михайловской батареи. Пообедали в кафе в Матроске, которое я вам уже показывала. В общем у нас сейчас вторая половина дня. Погода у нас немного наладилась, но все равно достаточно холодно. Сейчас мы решили съездить смотреть панораму оборона Севастополя. Вот у нас сегодня день такой холодный. Он у нас получается музейный. Ну заодно посмотрим такие достопримечательности. Распект на Химово в холодную такую погоду. Поедем сейчас на автобусе. Здесь можно дойти пешком, но холодно и очень сильный ветер. Вот смотрите на крыше здания. Снег. Он там даже не тает. И в общем-то опять передают, что снег с дождем будет уже ближе к вечеру. Хотелось бы уже куда-то в тепло. Доехали мы на автобусе до остановки университета. Вот здесь вот как раз просто склон такой горный. Я хочу вам показать крымскую зиму. Вот снег выпадает, как у нас где-то там в начале ноября. Сейчас мы поднимаемся по этой вот высокой лестнице. Идем мы к историческому бульвару музея Барон Севастополя. Панораме. Посмотрите какая погода. Вот тебе и тепленький Крым. Приехали-то всего на короткие зимние каникулы. И вот это вот, да, будто я дома это не увижу. Дома у меня такого полно. Вот ведь бывают такие дни. Прям не срослось по погоде. Вот у нас панорама обороны Севастополя. Сейчас мы к ней подходим. Заснеженная, пожалуйста, вот. Что это такое? Туя заснеженная. Очень интересная. Ну просто очень. Прям тут уже действительно не октябрь, а ноябрь целый. Плюс ветер умножайте на три. Так, вот панорама обороны Севастополя. Сейчас возьмем билеты. Вот у нас касса. Ага, прекрасно. Ну подождем. С 10 до 18. Стоимость взрослого билета 200 рублей. Стоимость экскурсионного обслуживания 150 рублей. Ну мы с экскурсией возьмем, да? Ну давай возьмем. Вез экскурсии. Так что без экскурсии? Почему? Панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов самый масштабный памятник первой обороны Севастополя и самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Находится он в центре бастионного холма, где в годах Крымской войны располагался четвертый бастион. К 50-летию обороны Севастополя комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны решил увековечить память героев и создать панораму, которая бы отразила самые важные события всех героических дней. Исполнение этого заказа было поручено известному мастеру батальонной и панорамной живописи Францу Рубо. А сюжетом произведения выбрали события 6 июня 1855 года, день отражения штурма Малахова кургана и корабельной стороны. Рубо подошел к делу очень ответственно. Он провел много времени в Севастополе, наблюдая и делая наброски на местах сражений, изучая исторические документы и общаясь с очевидцами событий. 14 мая 1905 года, к 50-летию героической обороны Севастополя, панорама была открыта. Первыми почетными посетителями стали ветераны сражений, которых очень впечатлила реалистичность изображенных событий. Сама панорама расположена на смотровой площадке на втором этаже. По авторскому замыслу, зритель словно находится на смотровой площадке Малахова кургана в день первого штурма Севастополя 6 июня 1855 года. Длина панорамы 114 метров, высота 14 метров. Всего на картине изображено более 4000 человек. Большая площадь панорамы позволила изобразить множество сюжетов с большим количеством участников, среди которых есть и узнаваемые люди. Основа композиции – батальная сцена. Автор продумал ее так, чтобы осветить все этапы штурма с раннего утра до заката. Среди изображенных на полотне есть известные персоналии доктор Николай Пирогов, первая русская сестра милосердия Даша Севастопольская, матросы Петр Кошка и Федор Заика и многие другие. Но чтобы знать, где именно на панораме те или иные люди или конкретные события, конечно, надо пользоваться услугами экскурсовода. Для большей реалистичности зрелища полотно дополнено предметным планом. Если на картине изображены в первую очередь военные действия, то предметный план – это солдатский быт. Камбуз, разрушенный офицерский блиндаж, треющие бревна. Многие предметы, из которых составлена композиция предметного плана, подлинные и были найдены на местах сражений. Издалека кажется, что место действия перепорушено снегом. Но дело было в июне, и предметный план на самом деле покрыт слоем серого пепла. Во время Великой Отечественной войны в здание панорамы попали бомбы, и оно было практически полностью разрушено, а находящееся внутри полотно загорелось. Его пытались спасти, но повреждения были очень серьезными, уцелели только 86 фрагментов. Спустя два дня после бомбардировки то, что осталось от картины, погрузили на корабль и прямо под бомбежкой повезли в Новороссийск. Кораблю удалось дойти до пункта назначения, но трюмы, где хранился ценный груз, оказались затопленными, так что удалось спасти только две трети картины и отреставрировать ее уже было невозможно. Полотно решено было восстановить. К работе привлекли лучших советских художников. К столетию обороны Севастополя панорама была вновь открыта для широкой публики на прежнем месте. Алеш, ну что мы скажем про оборону Севастополя? Я про панораму обороны Севастополя слышал давно, но вот и в принципе сегодня я действительно впечатлен очень масштабно и теми средствами начала 20 века. Это действительно очень удивительно, такую трёхмерную картину круговую смогли создать. Очень классно, очень впечатляет. Да, я тоже согласна, что очень впечатляет, обязательно следует посмотреть. Действительно удивительно, что достаточно давно она создана и современные люди всё равно могут получить большое впечатление от этой экспозиции. Времени не вообще прям недолго занимает, но отображает прям ход событий в совершенно длительной последовательности и перспективе. Очень нам понравилось, отличное место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Заканчивается наш прогул к Севастополю. В утро мы уже будем перемещаться в Ялту. Погода стоит прекрасная. Погода стоит очень спорная. Погода стоит очень спорная. Но всё равно город остаётся южным городом. Очень всё красиво. Сейчас вот ветра нет. И сразу повеселее. И сразу прям хорошо. Смотрите наши следующие выпуски. Уже теперь из Ялты. Ставьте нам лайк. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!